Пожар начался около полуночи. Незамедлительно на место выехали пожарные, специалисты по охране среды, скорая помощь, представители самоуправления и руководство предприятия. Не обошлось без жертв. Первой пострадала сотрудница завода, которая оказалась в эпицентре пожара. С обширными термическими повреждениями кожи она была доставлена в ожоговый центр. Сам пожар развивался по непредсказуемому сценарию. Прибывшие пожарные не были информированы, с каким опасным веществом имеют дело. Без раздумий они принялись за дело. И в результате четыре пострадавших сотрудника спасательной службы. Изначально был поднят уровень пожара до высада. И уже после взрывов этот уровень сложность пожара был поднят до второго номера. Сложность была на тот момент, потому что произошли взрывы. И наш персонал не могли пускать в горячие помещения. Пламя полыхало всю ночь. Локализовать пожар удалось только к 7 утра. Взрывами в здании были выбиты окна. Подсчет ущерба, кстати, ведется до сих пор. Полностью пожар удалось потушить только спустя 15-16 часов с момента возгорания. Еще два дня служба охраны среды проверяла сточные воды и прощие на наличие утечки вредных веществ. Благо, выброса не было. Между тем, жителей Олойны этот пожар не особенно испугал. Бывает и без пожара хуже. Как это было не банально, я даже сам только в 7 утра с новостей узнал о том, что произошла такая авария. Потому что, хоть я достаточно близко тоже живу к этому месту, но не было ни звука, ни шума, ни запаха. То есть жители об этом узнали из масс-медиа, из новостей. У меня квартира, в принципе, довольно близко здесь. И я ничего не слышал. В принципе, в это время я как раз как бы ложился. То есть это ночью было. Два часа ночи. Узнал только в новостях. Мы работаем напротив. Через окно было видно, что уже было окон не было, все было черное. Еще машину заливали водой. Запахов никаких не было? Не было запаха. Информация о том, что утечки не было, единственный комментарий, который нам удалось получить у завода. Но со стороны нам сообщили, что завод уже начинает возобновлять работу. Мы общались по телефону с руководством завода, с генеральным директором, с ответственными работниками за охрану безопасности труда и пожарной. От них была получена информация, что комиссия работает. Ну, факт пожара, конечно, есть. И на данный момент они также ждут заключения этой комиссии, потому что это связано с их дальнейшей работой завода. Нам стало известно, что недавно цех по производству параформа получил европейское финансирование. Было закуплено новое оборудование и строились грандиозные планы. Сам цех располагается в трехэтажном здании. Установка по производству представляет собой трубу, которая начинается на первом этаже и доходит до третьего. Внизу загружается раствор формальдегида, который нагревается, и полученный конденсат собирается на третьем этаже. Как произошел взрыв? В ту смену на заводе хранилась тонна готового параформа. Это продукт полимеризации формальдегида – белый рыхлый порошок с характерным запахом формальдегида. При нагревании легко переходит в газообразное состояние. Параформ является горючим веществом. Пыль его с воздухом образует взрывоопасные смеси. При этом температура вспышки всего 93 градуса по Цельсию. Для начала горения в этом случае оказалось достаточно только одной искры. Есть несколько версий. По предположению одного из наших источников, искра образовалась от статического электричества, созданного трением резинового ремня погрузочного оборудования. Взрывы по трубе перешли на третий этаж, где и получились самые мощные повреждения. Подобный случай, как сообщает тот же источник, не первый. Три или четыре года назад на этом же заводе произошел такой же случай с тем же самым веществом – парафором. Тогда сотрудница не соблюла технику безопасности и во время возгорания открыла дверь, запустила воздух и спровоцировала взрыв. Она погибла. Тогда это дело не афишировалось. Пожар потушили своими силами. Одна из версий причины той трагедии – непотушенная сигарета самой сотрудницы. Информация о происходящем на заводе сейчас находится под замком. Можно предположить, что предприятие хочет самостоятельно разобраться с причинами пожара, чтобы не потерять страховку. А заботу о пострадавшей женщине предприятие взяло на себя. Пострадавшая все еще находится в критическом состоянии. Состояние пациентки все еще тяжелое. Она находится в реанимации. Медики оказывают ей всю необходимую помощь. У пострадавшей обожжено 40% кожи. Повреждения – второй и третьей степени. Из-за отравления продуктами горения повреждены дыхательные пути. Врачи прогнозируют, что ей понадобится долгое комплексное лечение. Производство хоть и опасное, но пользу приносит. Оно дает 200 рабочих мест для маленького городка с населением 13 тысяч человек. Денис Денисов, Влад Васильев, МИКС-ТВ.